Олигархи История начинается. В начале 19 века взобрел как-то в Новобсков еврей-карабейник. Торговал он всякой всячиной, нитками, иголками, булавками, лентами. Нужно сказать, что карабейник был очень хитрый, ловкий и прозорливый. Он смекнул, что с торговлей в Новобскове дело обстоит не очень хорошо. И решил остаться в этом маленьком городке, чтобы торговать оседло. Первонаперво еврей-карабейник обратился к местному батюшке с просьбой окрестить его. И после крещения он получил простую русскую фамилию Иванов. Вот краткая история появления в Новобскове родоначальника большой купеческой династии. Торговая деятельность новоиспеченного Иванова начиналась более чем прозаично. В Кирасирском полку, который был расквартирован в Новобскове, им была приобретена солдатская уборная. Предприимчивый купец построил из нее торговый ларек. Там продавалось все, в чем нуждались местные обыватели. Ушлый купец не забывал расспрашивать покупателей, понравился ли им товар, в чем они нуждаются, привозил жилаймой товар под заказ. Торговля шла неплохо, принося хорошую прибыль. А года через три Иванов еще более увеличил свое богатство, женившись на дочери зажиточного слабожанина Вагина, промышлявшего торговлей быками. Получив за женой приданное, он присоединил его к своему немудреному капиталу и стал торговать уже не в бывшей солдатской уборной, а в большой просторной лавке. Кстати, эта лавка была первой и последней в Новопскове, поскольку сын Иванова, Петр, уже торговал в большом деревянном магазине, а внук Иван в магазине каменном. Купца Ивана Петровича Иванова, жившего в Новопскове перед самой революцией, вспоминают до сих пор. Торговая хватка и хитрость достались ему от деда Коробейника. Ивану Петровичу, конечно, не пришлось как деду начинать практически с нуля или жениться для того, чтобы увеличить свои капиталы, но то, что нажили, заработали его предки, он не только сохранил, но и приумножил. В его каменном магазине было два входа для промышленных и продовольственных товаров. Там можно было купить все, от дегтя до бриллиантов. К Иванову шли покупатели не только из Новопскова, но и из окрестных хуторов. Торговля в магазине шла хорошо, люди были уверены в качестве товара, могли заказать все, что им было необходимо в быту. А вот конкурентов Иван Иванов не терпел, давил беспощадно. Конечно, не так, как это делают нынешние бизнесмены, уничтожая друг друга с помощью угроз, шантажа или киллеров. Иванов был хитер, действовал он таким образом. Узнавал цены, которые ставил торговец-конкурент, на товар и в своем магазине снижал цену на этот же товар. И по селу быстро разносилась молва, что у Иванова-то селедка на копейку дешевле. Так кому пойдут бережливые сельчане? Конечно, в магазин к Иванову. И у конкурентов селедка протухала, а Иван Петрович подсчитывал прибыль. По словам новопсковских краеведов, все вместе взятые местные торгаши в то время не стоили Иванова и вынуждены были перебиваться с хлеба на квас. Всю торговлю предприимчивый купец держал в своих руках. И не только торговлю. У Ивана Петровича был нюх на прибыль. Чуть где запахло деньгами, он тут как тут. Например, решило земское начальство строить в Новопскове школу и больницу. Купец тут же построил кирпичный заводик и поставлял кирпичи для строительства. До сих пор в здании старой сельской школы мы можем увидеть те самые Ивановские кирпичи. Теперь, кстати, здесь располагаются местное телевидение и отделение военкомата. Вернемся к купцу Иванову. Ранее до революции новопсковские дома были покрыты соломой или камышом. Из-за пожара в одном доме часто горели целые улицы. Предприниматель Иванов строит завод по производству черепицы. Местные жители были довольны и красиво, и безопасно. А уж как доволен был Иван Петрович, подсчитывая доходы. Кстати, дом купца Иванова в Новопскове стоит до сих пор. Правда, мы его застали в момент реконструкции и установки пластиковых окон. Но все равно можно увидеть, какое-то было большое и добротное здание. Кроме этого дома он построил еще несколько других. Вот, например, этот, соседний, тоже был для семейного пользования. А здесь у него был и свой кабинет, и вся семья тоже размещалась. И был еще через дорогу, там его тоже дом. Все три дома соединялись подземной галереей. После Октябрьской революции в этом доме находился штаб гайдематских войск. Вот, когда гайдемаков вывели из Новопскова, и в Новопсков 1934 году переместился райцентр, дом заняли под службы советские. И так он был до самой войны. Во время Отечественной войны в этом доме был штаб его Западного фронта. Временно сюда приезжал Георгий Константинович Жуков, и после этого его визита Новопсков беспощадно бомбили почти сутки. Вернемся к деятельности купца Иванова. Когда-то в Новопскове было неважно с фруктами. В окрестностях села, конечно, росли абрикосы, груши, яблоки, но дикие и неухоженные. Предприимчивый купец превратил их в цветущие сады. Часть фруктов шла на продажу, а другая часть на производство вина. Поскольку торговец понял, что народ не прочь погулять в воскресенье, он организовал кабаки во всех близлежащих хуторах, где и торговал вином собственного изготовления. Женщины ворчали, говорили, что Иванов спаивает их мужиков. Помимо всего вышеперечисленного, Иван Петрович был крупным землевладельцем, выращивал и продавал скот. У него была своя мельница. Надо сказать, что до революции в Новопскове была построена большая церковь святого Николая Угодника. Иван Иванов оказывал безвозмездную помощь в оснащении ее церковной утварью и проведении ремонтных работ. Он был церковным старостой. А при церкви работало два небольших цеха – свечной и просверный. Вы догадались, кому они принадлежали? Фамилия Ивановых была очеканена на мемориальной доске, которая располагалась в храме. Многие представители их рода нашли покой на кладбище, которое располагалось рядом с церковью. К настоящему моменту от старого кладбища не осталось никаких следов. На его месте стоит памятник Ленину. Но плиты вокруг него проваливаются в мягкий грунт. Так могилы предков напоминают о себе. В советское время была взорвана и Новоапсковская церковь. У нас раньше в Новоапсковской была большая церковь, в центре, на красном плане, как мы ее называли. Но так случилось, что надо было освободить место под застройку дома культуры районного. И бывший директор коммунхоза Варяинов получил задание убрать церковь. Его убрали, частично взорвали. Прошло время, его сыновья выучились, этого невольного грешника, руководителя коммунхоза. Стали известными людьми, работали в центральном аппарате Газпрома СССР и Газпрома России. И один из сыновей решил каким-то образом частично искупить невольный грех отца. И оставить память про весь свой род в Новоапскове. И на свои собственные деньги построил эту церковь. Да, некоторые ошибки истории можно исправить, но, к сожалению, не все. До революции жители Новоапскова были довольно-таки зажиточными. Краеведы утверждают, что в поселке не было нищих. Здесь жили труженики, земля вокруг хорошая, она давала людям все условия для занятий сельским хозяйством и скотоводством. Что такое болот и нищета, местные жители узнали после 1917 года. Кто только их не грабил. В апреле 1918-го поселок захватили германские войска. Они потребовали огромную контрибуцию, вещевую, продовольственную и денежную. После этого в Новоапскове побывали отряды генералов Краснова и Деникина. Захаживали сюда и местные банды. Окончательно разграбила голодных и нищих жителей поселка новая советская власть. В годы прудразверстки из крестьянских закромов выгребли все, что осталось. В первые годы советской власти Новоапсков очень сильно обеднил. Погибло и много людей, и скота. А что же стало с самым богатым человеком Новоапскова, спросите вы. Купец Иван Иванов обладал не только деловой хваткой, но и врожденной интуицией. И когда в стране начались революционные настроения, интуиция ему подсказала, что оставаться на родной земле не стоит. Он быстро распродал свое имущество и вместе со всей своей семьей покинул страну. И правильно сделал. Как мы уже знаем, ох, как несладко пришлось в годы новой советской власти представителям дворянства, купечества и просто зажиточным людям. В революционном пылу было загублено много жизней. Иван Иванов всего этого избежал. По слухам, он эмигрировал во Францию. Как сложилась его жизнь в чужой стране, в поселке об этом никто не знает. Но можно точно утверждать, что он не растерялся над чужбением. Думаем, с его-то хваткой, предприимчивостью, хитростью, Иван Иванов задал жару французским торговцам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok